На этих кадрах, отснятых на любительскую камеру, зафиксированы попытки отдыхающих спасти прибившегося к берегу дельфина. Помочь мекопитающему наравне со взрослыми пытался и Гена. Мальчик приехал в Одессу на отдых вместе с родителями. Он плохо дышал, не мог плавать, тонул уже. Когда он без людей плавал, у него пена изо рта шла. Мы его держали, поливали, чтобы он не сгорел, чтобы ему жарко не было. Умирающего дельфина отдыхающие заметили в 7 утра. Практически сразу люди начали звонить в различные городские службы. От МЧС до Управления экологии. Мы там звонили долго, обещали, никто не приехал. Он тушать не мог просто. Мы его, я там еще двое мужчин целый час-два держали его просто и обливали водой. По словам отдыхающих, сотрудники Управления экологии города и ветеринар прибыли лишь спустя несколько часов. К этому времени дельфин уже умер. Причину смерти млекопитающего будут устанавливать специалисты. Пока на сегодняшний момент пытаемся организовать вывоз трупа. В дальнейшем для того, чтобы провести, попытаться установить причину гибели и провести захоронение. Это не первый случай гибели дельфинов в Одессе этим летом. По словам специалистов, тому есть несколько причин. Браконьерские сети, цветение водорослей или неизвестная инфекция. Спасти же умирающего дельфина в современных украинских условиях практически невозможно. Если млекопитающая серьезно заболела и его выбросила на берег, человек может только смотреть и ждать, когда оно погибнет. Закон строго-настрого запрещает специалистам госпитализировать животное. С марта 2008 года в Украине действует мораторий на так называемое изъятие дельфинов из природной среды. Если животное действительно серьезно заболело, без госпитализации ему не выжить. Вот и получается, что млекопитающее обречено на смерть. Евгений Лысый, Евгений Кузьменко, телекомпания АТВ.